Частый недостаток дипломных работ – это декларативность, когда дипломная работа представляет собой в своей основной части свод утверждений, фактов, наблюдений, разрозненных дат, цитат и примеров. Вроде бы весь этот материал работает на цель и задачи диплома, но читатель весьма скоро перестает в нем ориентироваться. Хорошо написанный диплом представляет собой развитие мысли, не просто логическое, но расширяющее горизонты нашего понимания. Читая раздел диплома, мы должны научиться и видеть проблему иначе, чем мы видели ее до этого. Поэтому развитие мысли – это первое искусство, которому мы учимся в ходе работы. Например, вы узнали из литературы и подтвердили собственными наблюдениями факт, что у такого-то художника красный цвет имеет большое символическое значение, но при этом он становится все более темным и тусклым от ранних к поздним работам. Прямо связать эти два факта не получается. Поэтому мысль о потускнении красного надо развить таким образом. Нужно начать сначала с того, какое место вообще цвет занимает у данного живописца. Скажем, что у этого живописца есть доминантные цвета и что символика цветов прямо зависит от их доминантности. Если вы просто скажете о доминантных цветах, а потом о символизме цветов, это будет две разрозненные мысли. Тогда как цель любой научной работы – это проведение функций, установление функциональных соответствий. Как в математике, любая теорема доказывается благодаря наличию функциональных соответствий в этой области мышления. Также и здесь необходимы функциональные соответствия. Например, рост доминанты цветовой соответствует росту символизма. Или же такой прямой зависимости нет. Далее вы должны указать о принципах эволюции искусства данного художника. Например, что он двигался в сторону живописности, импрессионистичности или же обновления символического языка. Для этого всякий раз нужно будет использовать свой аппарат. Например, обновление символического языка потребует семиотического комментария. А изучение техники, знания, в том числе и материальных условий и причин создания. Какие были краски, какие были техники изготовления. И даже какое время было в распоряжении художника, чтобы выполнить свою задачу. И далее вы, установив функциональные корреляции, ведете мысль именно в этом направлении. Повышенный символизм красного цвета при этом не мог оставаться у этого художника только декларативным символизмом. Он стремился к созданию живописной иллюзии, в которой символический язык является только одним из языков. Поэтому и красный цвет постепенно превращается из насыщенного символического в некоторый намек. И семиотическая система уже считывается не как система готовых знаков и значений, но как система динамической и подвижной выразительности. Такой вывод будет убедителен и фактов вы не только приведете достаточно, но и соберете дополнительные.